Открытая студия Открытая студия Открытая студия Открытая студия Открытая студия в клуб, значит, в Доме культуры. И однажды приехал фокусник. И показывал фокусы. Я удивился. Очень удивился. И особенно меня заинтересовало трюк, когда фокусник из воздуха доставал денег. Ну, монетки такие. Это интересный трюк, действительно. Да, да, да. И я думаю, не только для меня, но и для всех. Вот. И меня очень заинтересовало. И вообще это искусство. Потом я пришел домой, все время думал об этом. Даже почти по ночам уже не снился уже фокусы. Вот. Не спал нормально. И я узнал, что у нас в городе там живет один фокусник, который не часто выступает на сцене, но он знает много фокусов. И у меня был, значит, друг-одноклассник. И этот фокусник был его сосед. Ага. Есть средства. Да, да, да. И я думал, все, давай меня познакомим с ним. Ну, хотя я ребенком был, но я пришел к нему в гости, к однокласснику. А он меня познакомил с ним, с соседом, с фокусником. Вот. И я попросил у него научить меня фокусом. Он сказал, это, конечно, так не получится, за это надо платить. Вот. Я говорю, хорошо, сколько? Он сказал, ну, 500 рублей. Тогда это советские деньги, большие деньги были. Это за весь курс обучения? Да, но это был всего лишь за месяц. Азы какие-то. Да, то есть, как бы он хотел меня научить фокусом, азам, и как бы, чтобы я уже мог что-то показать на сцене. Вот такие. Как говорится, в ускоренном виде. Вот. Я пришел домой, рассказал все это родителям. Как они отнеслись к этой идее? Не хорошо. Не хорошо. Ну, что такое? Их можно понять. Да. Я понимаю. Вот. Как бы, тогда этот жар не так уж был развит, и не так был, как бы, известен людям тоже. А вот. И... Ну, и начал плакать. Я очень хотел стать фокусником артиста. Начал плакать. Родители меня, конечно, пожалели и дали согласие. Дали добро. Да, дали добро. И... Тогда и бабушка моя тоже сказала, Бадрик, какие фокусы? Я думал, говорит, что ты будешь первым секретарем райкома партии, говорит, так хорошо учишься в школе, а ты, говорит, какой-то вот выбрал направление цирк, там еще и фокусы такое. Тогда я ответил ей бабушке. Я говорю, бабушка, посмотри на этих первых секретарей, говорит, все по тренер-факту они в суд перенесли, говорит. Ты хочешь, чтобы с твоим внуком то же самое было? Для бабушки это аргумент серьезный. Да. Ну, короче, так или иначе, разрешили мне, значит, родители оплатили этот 500 рублей, и я ходил и занимался каждый день в течение месяца. В течение месяца. И меня научили 15-й фокусом. 15-й фокусом. В течение месяца. Для начала неплохо. Да. И я это репетировал каждый день. А в конце месяца как бы был отчетный концерт перед родителями. У нас дома, на втором этаже. Вот. Родители посмотрели, чему я научился, что я делаю, там, и собрали там всех наших родных, которые там были рядом, все. Все. Похлопали, поаплодировали, все. Значит, я сдал все экзамен, все нормально. Экзамен по магии сдан первый был. Да, да, да. Еще в детстве, получается. Да, в детстве. А потом, после 8-го класса, я поступил в Тбилиси в странно-церковое училище. Профессиональное училище уже? Да, да. Выше нету этого. Выше этого нету именно в таком направлении, насчет иллюзии фокусов. Вот. Поступил. А там у нас учились очень многие русские ребята из России, из вот других мест, тоже с Украины, из других мест. Дело в том, что при Советском Союзе вот эстрадное церковое училище, это государственное, было лишь всего лишь в трех местах. В Тбилиси, в Москве и в Киеве. Но те ребята, которые там не сдавали у себя приемные экзамены, допустим, из Москвы или из Киева, допустим, да, они приезжали к нам, в Грузии, в Тбилиси. Попробовать еще раз. Да. Но там у них была привилегия, конечно. Какая привилегия? Если я местный, там сдаю приемные экзамены, получил, допустим, 30 баллов, и приезжий, тоже из Москвы или из Украины, где-нибудь, неважно, из России, то есть, тоже набрали... Да, тоже набрали 30 баллов. Меня не принимали как местного, а принимали приезжих, то есть, как гостеприимств. Ну, как же вы поступили? У вас в итоге все получилось? Да, у меня, да, получилось. Вот, и я сразу же сдал экзамен, меня приняли, все. И потом, ну, как, студенческий период, учения, все, гастроли и тому подобное. Бадри, а как вы считаете, вот сейчас, в данный момент, вы находитесь на своем месте, вы счастливы, что выбрали это направление в жизни? Да, я нахожусь в своем месте, мне это очень нравится, я люблю свою профессию. Очень трудно, когда человек работает там, где его сердце не лежит, и он не любит эту профессию, ну, приходится, допустим. Многие работают сегодня и продавцами, и таксистами, на других этих предприятиях, допустим, рабочих. Они, это не их, на самом деле, они этого не любят, но не приходится, да, не из мечта, но приходится, чтобы заработать. Это, конечно, не очень хорошо. Согласен. Вот, есть люди, которые заканчивают, молодые даже люди, высшее учебное заведение, потом работают таксистами, или что-то, или зарплата их уже не устраивает, или что-то, или по другим причинам, но это не их. Вот, поэтому, это, конечно, плохо, плохо отражается на них, на людей. Но все-таки хорошо, что вам удалось найти свою нишу, и я хотел бы задать вопрос уже более профильный по нашей с вами теме. Что, на ваш взгляд, самое сложное в вашей работе, в работе иллюзиониста? Какое, может быть, изучать новые технологии, или вам сложнее вступить в контакт с аудиторией? Что для вас самое сложное в вашей работе? Самое сложное, это взяться за работу. Самое сложное, у нас не хватает времени. Вот это самое сложное. Не хватает времени. То есть, существует спрос, большое количество заказов, и невозможно... Ну, заказы, да, это одно, но еще есть семья, еще как-то должен отдохнуть. Но у меня вот такое хронический недосып, то есть, я не высыпаюсь, честно говоря. Вот. Времени просто не хватает. То есть, что-то хочу делать, делаю, не усыпываю, второй, третий, и все. То есть, мероприятий много. Мало того, что я работаю со взрослыми, с детьми, я очень люблю детей, я очень люблю детей. Они такие искренние, они такие... Это вот... И я не знаю, что даже делать, когда после мероприятия, допустим, на детском мероприятии, они обнимают меня, и я не знаю, что с ними делать. Они такие все хорошие, милые, красивые, искренние, понимаете, открытые. Дети есть дети, это здорово. Я их очень люблю. И получается, что приблизительно вот с этого года, где-то с этого периода, вы приняли решение взять на себя роль наставника. То есть, как когда-то вас вдохновил учитель в вашем детстве, и вы приняли решение заниматься этим по сей день, точно так же вы и сейчас решили основать, правильно ли я назову, курсы юных волшебников. Ну да, можно так назвать. Как раз, говоря о вашей любви к детям и о том, что она взаимна, расскажите, пожалуйста, поподробнее, что это за проект? Когда вы хотите его привести в какой-то уже реализованный настоящий вид, чтобы можно было посмотреть? Дело в том, что я начал заниматься с детьми не в этом году, а несколько лет тому назад. Уже как преподаватель? Да, да, уже как преподаватель. Почему? Потому что, когда мой сын жил здесь в Мурманске, старший сын, Ника, значит, он тоже пошел по этой профессии, закончил здесь вуз, пошел по этой профессии, работал как иллюзионист-фокусник тоже, и после окончания университета полгода поработал здесь и сказал мне, папа говорит, что я здесь буду делать в Мурманске, говорит. Он поработал по профессии, вот как раз, которую здесь получил, имеется в виду, а профессии, которая не связана с мастерством магии. С фокусом я работал, да. Он закончил бывшие педагогические, социально-культурные деятельности, вот, и пошел по этой профессии, по моей, то есть, фокусом, он очень любил это. Вначале он танцевал, не хотел как бы фокусы, но куда я не шел бы, я не ехал бы на мероприятие, я всегда брал детей, чтобы они помогали мне, что-то, чем-то участвовали, а потом они сами ступали отдельно. Заинтересовались, конечно. Да, да, да. Но теперь, когда он заинтересовался, вначале он не хотел, когда он заинтересовался, потом, по ночам будил меня, говорит, папа, а это как делается? Сейчас я ему очень доволен, сейчас живет в Москве, работает там, очень успешно, я очень доволен. И он официально может считаться вашим первым воспитанником вашей школы мастерства? Вообще можно, да, да, так сказать. Дело в том, что я не думал, что он так быстро уедет в Москву, я не был против, я наоборот, да, чтобы еще дальше идти, именно по карьере инвестиции тебе надо идти дальше, в столицу. В столицу. Вот. Я думал, что он откроет здесь школу, но он всего лишь после учебы полгода остался и уехал, поэтому, думаю, тогда придется мне открыть. Это очень важно, потому что молодое поколение, пусть они знают, что как это искусство тоже, пусть развивается это все, пусть удивляют людей и тому подобное. Это очень хорошее направление, я очень люблю, когда люди удивляются, они восхищаются и они улыбаются. То есть, я считаю, что я как-то заставляю людей забыть кое-какие проблемы хотя бы на несколько минут, отлить от всяких сует. Вот. И чтобы они почувствовали себя таким вот радостным, счастливым хотя бы несколько минут. Если бы я смог бы сделать всю их жизнь, то это было бы здорово, конечно, но я не могу, я не бог. Вот. Это зависит от них. Но хотя бы на несколько минут я их отвлекаю от всяких насущных проблем. И вы в школе планируете обучать не только самим технологиям фокусов, как это совершить с точки зрения ловкости рук, но еще и правильной работе с аудиторией. Так ли это? Это очень важно, потому что это искусство, без аудитории это уже не искусство. Как бы, как город, не город, без людей. поэтому наша первая задача это аудитория, зрители, чтобы им дать то, чего они ожидают. Чего они ожидают. Это очень важно. Мы работаем над детями днем и ночью, и мы изучаем там и мастерство актера, и тому подобное, и понтамы, и все, и общение со зрителями, как оно должно быть. Потому что, в первую очередь, человек должен быть культурным, это очень важно, и он должен располагать всех к себе. Вот тогда контакт строится, иначе никак. Скажите, а правда ли, что сейчас очень сложно вообще с аудиторией найти общий язык, вступить в контакт и ее заинтересовать, потому что современный мир, технологии, людей сложно удивить? Я бы не сказал бы так. Технологии это одно. Честно говоря, я скажу, что я не люблю, как бы, да, показывая фокусы иллюзии всякими гаджетами, но я не люблю. Это технология что-то, это не то. Батрик, прошу прощения, я вас немножечко перебью. Вот на этой интересной ноте мы сейчас устроим небольшую паузу. После нашего перерыва мы продолжим обсуждать, как действительно сложно вступать в контакт с аудиторией и какие существуют лайфхаки по этому поводу, что вы такого интересного придумали. Наша программа выходит в прямой эфире, друзья. Сейчас мы прервемся на небольшой перерыв. Пожалуйста, не переключайте вашу радиоволну и телеканал. И снова здравствуйте. Открытая студия возвращается в эфир вашего приемника или телевизора. Напомню, что у нас сегодня в гостях иллюзионист, волшебник и фокусник Бадри Цаава. И мы сегодня разговариваем о искусстве, магическом искусстве и, конечно же, о школе, которую Бадри Цаава собирается открыть для того, чтобы дети тоже могли учиться совершать различные фокусы и волшебные таинства. И мы остановились на очень важном вопросе. Вы будете обучать не только тому, как проводить эти самые опыты, хотелось сказать, опыты над человеческим сознанием в вашей школе. Вы будете еще и учить обращаться с аудиторией. И мы остановились на интересном вопросе, как же сейчас в условиях современности заинтересовать людей. Ну, небольшая поправка. Не то, что собираемся открывать, это уже открыто. Мы обучаем детей уже несколько лет, но каждый год мы набираем новых детей. И уже в этом году я даже сказал, что все, больше не будем принимать. То есть, очень много и как бы не успеваем, не успеваем много чего. Ну, не знаю, посмотрим дальше. А как же наладить контакт со зрителями, да, имейте в виду? Или что еще? Да, да. Сейчас же очень сложно людей удивлять. Я об этом... Да, конечно, как я говорил, я не очень, не очень люблю фокусы там всякими гаджетами, это технология. Самое главное, я очень люблю, что вот работа руками, это очень важно первое. Ну, иллюзия, потом это, естественно, на сцене большие иллюзионные номера, зря и лишние, конечно. Это большие аппаратуры, реквизиты и тому подобное. Очень важно, что где бы человек ни был бы, без всяких гаджетов мог бы что-то показать, даже если в кармане у него ничего нет. Это очень важно. То, что касается общения со зрителями, контакт со зрителями всегда должен быть. Дело в том, что я очень люблю интерактив, то есть общение, общаться со зрителями, вызывать их, чтобы они что-то трогали, щупали, смотрели, что у них исчезает или не получается, или там, не знаю, что-то взрывается, или там, то есть удивительное и смешное, то есть вот так и есть. Иначе я не вижу никакого смысла, допустим, какой бы фокус не был бы хорошим, красивым и вообще необычным, вышел на сцену, показал поклон и ушел. Да, скажет, вау, ну что дальше? Если вовлеченности самой не было, если сами не получатся, то они не запомнят. Да, зритель должен все это сам пережить. Конечно. Это очень важно. Это очень важно. Да, кое-что он переживает даже издалека, допустим, есть такие экстремальные трюки, когда фокус таки держат, допустим, зрителя в таком состоянии, понимаете, но это одно, но когда сам там находится на сцене, это совсем другое уже. Вот, и уже налаживается контакт, уже есть и улыбка, и обаяние, и все, и это здорово. Это как раз то, что технологии никогда не позволят дать человеку именно вовлеченность в магический процесс. Конечно, конечно. Слушайте, Бадри, а хочу еще спросить, а как получается сейчас устроена эта школа волшебства? Это же не замок, перед которым ров там или океан, и нужно плыть на лодке. Как вас найти, как вам записаться, и главное, с какого возраста, можно стать вашим воспитанником? Это очень просто. У нас есть база во дворце культуры ДК Кирова. ДК Кирова. Поэтому мы там занимаемся, можно просто туда позвонить, и всю информацию весь там расскажут. Это не проблема. Но мы берем детей, я лично беру, от 7 до 12 лет. Бывают исключения, у нас бывают там еще постаршие, которые мы говорим, что да, надо их брать, хочешь, не хочешь, все равно. Вот. Тут есть все, одна девочка есть, постарше у нас, чем 12 лет. Взрослых волшебников вы не собираетесь тренировать пока что? А времени нету. Времени нету еще. И так, нет отбой от желающих, скорее всего. Да. Ну, было время, когда я занимался, как бы, часто, допустим, со взрослыми, но времени тоже нету, и поэтому... Бадри, скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот дети учатся фокусом, они узнают внутреннюю кухню, все технологии, по которым они производятся, а не приведет ли это к тому, что у них исчезнет вот это вот ощущение волшебства, вот это вот теплое чувство в душе, когда человек понимает, что действительно в этом мире есть еще что-то интересное. Не боитесь ли вы, что занятия именно в школе магии развеют вот этот туман прекрасных грез? Не думаю, потому что сегодня дети уже понимают, что Деда Мороза нет, все равно все равно кричат, что Дед Мороз подарки нам принес или нет. Дело в том, что это искусство очень увлекательное, вот, и детям это очень интересно, и когда понимают секрет, в чем, допустим, когда я расскажу, а-а-а, вон оно как, оказывается, они-то думают, там что-то. На самом деле, любой секрет, это очень простой, очень простой секрет, но исполнить и показать, это сложно, конечно, это надо и днем, и ночью репетировать. И многие дети, вначале всегда приходят, очень много детей, даже у нас в классе не помещается, но потом, через месяц, через два, через три, отсеивается. Причина в чем? Причина в том, что они думают, что за один месяц они станут Копперфильдами, великими, мурманскими. Такое, к сожалению, не происходит, пока, по крайней мере, пока. Поэтому они разочарованы, потому что одно и то же движение надо делать много-много раз перед зеркалом. И они все там, они думали, что каждый раз, когда прихожу на втором уроке, допустим, первый, второй урок сразу, а сегодня какой новый фокус будет сразу, понимаете? Но это же не так делается. Можно один день, конечно, все секреты раскрыть, но это ничего не принесет человеку. Поэтому это труд, труд, труд. И когда ребенок учится этому, он видит поглубже, что это такое, как это все достигается, и он сам заинтересован. Вы знаете, дело в том, что сегодня дети такие талантливые все, что они приходят ко мне, и уже то, что домашнее задание я им дал, они что-то прибавили, переделали. И я этому очень радуюсь. И это здорово. И они сами фантазируют, начиная делать. Потому что фантазия – это первое, то, что нам нужно в этой профессии. Это очень важно. Ведь можно показать вообще очень старый фокус, но посмотрите, это фокус такого я еще не видел ни разу. То есть будет казаться как новым, то есть переделать все по-разному. И фантазия развивается у детей. Это очень здорово. И этому я очень рад. Потрясающе. Слушайте, а ведь как в любой школе, наверняка у вас предусмотрены какие-то проверочные, контрольные или экзамены. Может быть, какая-то театральная постановка. Расскажите, если такое есть, как можно прийти посмотреть? Посмотреть на что-то? Театральная постановка вот с детьми именно, которые уже обучились чему-то. И вот чтобы они продемонстрировали свои знания на публике. Вот сейчас как раз мы заканчиваем все уже последние, как говорится, генеральные репетиции проходят. Так. А если у нас поставили театрализованное иллюзионное шоу. Иллюзионное шоу. Вот как это называется. Театрализованное иллюзионное шоу на большой сцене. называется «Вначале не было так». Само название интригующее такое. «Вначале не было так». «Чего не было?» «И как не было?» «И как так?» «Да». Это будет у нас 16 февраля в ДК Кирово. В ДК Кирово. В 15 часов. И там на большой сцене дядя будут выступать. Я тоже, в том числе, с ними вместе. Будем демонстрировать это шоу, театрализованное. Это не просто фокусы, это со смыслом. О жизни и обо всем. То есть, скажу по секрету, сюжеты взяты из Библии. Название намекает. Да. Мы будем показывать чудеса из Библии. Но на самом деле, это правда, мы показываем иллюзию, а то, что в Библии написано, это было на самом деле чудеса от Бога. А мы просто покажем иллюзию. Хотим донести до людей всего суть этого нашего театрализованного иллюзионного шоу, но до конца не скажу о чем. Лучше приходите и посмотрите своими глазами. Там дети задействованы, значит, 10 детей, и я, еще декорации. Много чего очень красивое будет и очень удивительно. Так что приходите и удивляйтесь. А собираетесь впоследствии, скажем так, расширять штаб педагогов, чтобы охватить еще большее количество детей, которые могли бы у вас заниматься? Дело в том, что уже дети стремятся быть педагогами. Конечно, они уже научились, теперь они тоже. Одна девочка сказала, вот, значит, один ученик, точнее ученица девочка, не смогла уже ходить на занятия, у нее времени уже не хватает. То есть очень... Уже взрослая жизнь начинается, да? В школе, в гимназии, то есть очень загруженная проблема. Поэтому все, не хватает времени. Яна говорит, я, к сожалению, не могу ходить. А ее подруга вторая, она сказала, а я ей буду учить там, я буду педагогом, я буду учить то, что меня здесь учит. Она говорит, да, я буду ей передавать и все, обучать ее. Я говорю, нет, хорошая моя, значит, так дело не пойдет. То, что мы изучаем здесь, это остается здесь, секретки остаются здесь, между нами все. Если кто-то хочет, он будет ходить, это лучше другое дело. Но если всем все расскажем, никому это потом больше интересно не будет. Вне школы магии колдовство запрещено. Это у нас классическое правило. Ну, часто вообще про фокус-тыков говорят, что они обманщики, обманывают. Я тоже начинаю свою программу так, задаю вопрос зрителям, вы тоже верите этому или нет? И я тоже не согласен с некоторыми фокус-тыками, которые называют себя честными обманщиками. Так, если ты честный, какой же ты обманщик? Если ты обманщик, тогда какой ты честный? Оксюмор он такой. Да, или должен быть честный, или обманщик? Вот и все, то есть среди не бывает. Как же вы себя позиционируете? Очень просто, я всем говорю, и всегда, что на самом деле фокусы это искусство, это не обман. Эта цель не имеет обмануть человека это искусство, а наоборот восхищать человека, удивлять человека, чтобы человек смеялся, удивлялся. Вот это очень важно. И фокус это как загадка. То есть артист выходит на сцену, показывает загадку, а зрителей много, они должны отгадать. То есть он играет со зрителем, говорит, я вам сейчас покажу загадку, а вы должны отгадать. Итак, посмотрим, кто из нас победит. Хотя зрителей много, фокусник один должен победить, конечно, фокусник. Вот в чем секрет, вот в чем изюминка. Это очень важно. И это не обман. Обман. Загадка. Да, загадка. То есть мы видим одно, на самом деле происходит совсем другое. А ты должен это посмотреть, как это происходит. Как с одной точки получилась точка B. Как оттуда человек перебрался невидимым образом в другую сторону. Слушайте, и в этом же получается главный интерес аудитории кровица. Это и есть азарт. Это и есть азарт. Это как в школе задают загадку, а мы отгадаем, как это делать. Как там должен, допустим, волк перебраться туда и капусту перенесли. И человек там, чтобы волк не съел эту капусту. Этот коза не съел эту капусту, там волк не съел козу и тому подобное. Бадри, скажите, пожалуйста, вы упомянули в одном из своих ответов, что очень любите фокусы механические, очень любите фокусы, которые можно показать в любом месте, в любое время, которые можно совершить без каких-либо суперсложных технических устройств. И у меня к вам такой вопрос. А вот находясь здесь, в нашей студии, вы могли бы нам продемонстрировать один из своих фокусов? Или для этого нужна серьезная подготовка, для этого нужно готовить реквизит? Да, нет, можно в любом месте. Дело в том, что был один фокусник, такой известный Гарри Гудин, наверное, вы слышали. Конечно. Не то, что вы любые даже... У нас просто очень мало времени осталось для программы. И дело в том, что есть такой фокус с ключом, и этот ключ называется ключом Гарри Гудини. Почему? Потому что он любил демонстрировать фокусы всякими замками этими, и всегда у него были разные отмычки. И вот этот ключ вот такой называется ключом Гарри Гудини. Якобы открывает все замки и открывает все двери. Если не верите, я вам покажу. Да, это отмычка, честно говоря. Если вот так не подойдет к какому-нибудь двери... Кстати, у вас есть дома сейф? Конечно, разумеется. Назовите адрес, я подъеду с ключом. Если там что-нибудь есть в сейфе. Так, все, я пытаюсь скрыть свои мимикой. Смотрите, если в таком положении не открывает, значит, ключ сейф или дверь, я нагреваю металл. Смотрите, самое главное, у меня в руках больше ничего нет. Я нагреваю металл. И передвигаю бороздку вот так. Вот так. Если так не откроет, еще в другую сторону. Можно вот так, можно вправо. А можно вообще до середины довести, видите, да? Можно обратно. Вот так. Очень часто говорят, что это магниты или что-то. Пожалуйста, посмотрите, у меня в руках больше ничего нет. Проверьте, будьте добры. Подвиньте. Действительно. Самостоятельно это сделать невозможно. Что с друзьями? Это было волшебство. В прямом эфире открытые студии. За авторством иллюзиониста Бадри Цава. Бадри, огромное спасибо, что сегодня были нашим гостем. Было очень приятно пообщаться. Спасибо вам большое. Друзья, до новых встреч. Оставайтесь на наших волнах, радиостанции Рекорд и телеканал Арктик ТВ. До свидания. Открытая студия.